В заброшенном корпусе девушка. Сквозь огонь, дым и тоннели. К ней идут журналисты. Интервью она уже не даст, но спасатели поставили задачу. Найти ее как можно скорее и не получить штрафные баллы. Здесь нет профессиональных спасателей. Чтобы почувствовать суть их работы, в ведомстве придумали вот такой квест. На тренировочном поле два десятка корреспондентов. Всего четыре испытания. Полевые поиски, подземелья и горящие авто после ДТП. Уровень сложности для новичков. Я люблю свою работу. Я люблю быть журналистом. Я не хочу быть спасателем. Тяжелее было оператору. Ему приходилось откладывать камеру, чтобы помочь надеть каску или противогаз. Вообще среди команд мужчин было немного, а в группе толковых Дмитрий Ворсин был один. Всплеск такой энергии. И она, я скажу, четыре мероприятия, да, четыре, как мы их назовем? Испытания. Испытания, да. В принципе, если такие четыре испытания в день спасатель испытывает, то, наверное, это... Тяжко. Все-таки для человека, наверное, это стресс, все-таки это тяжело. Во время паники ничего правильно сделать невозможно. Практически все, что они там делают в панике, это... Дело в том, что даже пострадавшие сразу, вот вроде, чтобы ему помочь, начинают его вытаскивать. Вытаскивать сразу нельзя. Его сначала надо максимально демобилизовать для того, чтобы он ничего дополнительно не навредит человеку. Наверняка сейчас там лежит человек в кучу сена. Парашютист. Наша задача оказать медпомощь и доставить его обратно туда. Спасатели говорят, еще одна проблема людей – незнание. Наша команда потратила не одну минуту, чтобы вспомнить уроки ОБЖ в школе. Потому про оперативность забыли все. Зато каждую жертву удалось спасти. Кстати, сегодня спасатели готовы обучать и закрывать пробелы. На базе Алтайского управления, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности функционирует еще и учебно-методический центр. Ради бога, приходите, обращайтесь. Мы готовы. По итогу наша команда не показала лучшее время. Но заняла третье место, совершив лишь одну ошибку на первом этапе. Здание разрушенного производственного корпуса нужно было обесточить. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком.